ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это хит! Весты и лето! Любимая песня! Привет! Я простригся. Съемки требуют. Не сильно, но заметно. Здрасте, здрасте, всем привет! Здрасте, здрасте, всем приветики! Да. Послезавтра у меня съемочки начинаются. Точнее, как начинаются. У меня, в принципе, съемочки все уже заканчиваются. По большому-то счету все заканчиваются уже. Еду. Я ездил в стричься, заехал там в банк, кое-какие вопросы порешал. Написал заявление, что не отмываю никакие я не трудовые доходы. Там, да, и так далее, и так далее. Периодически наша доблестная финансовая служба безопасности рассылает такое письмо всем людям. Вот. А я как ИПшник должен периодически как бы доказывать свою невиновность. Ну, как бы презумпция невиновности не считается здесь. Поэтому я должен доказывать. Ну, я и пишу такое заявление, типа, типа, ой, то шо вы люди добрые, какие они трудовые доходы, кровью и потом все заработанное, налоги уплочены, все хорошо. Как говорится, идите вы в этот, в опу, вот. Дальше я распоряжаюсь своими деньгами, как хочу. Вот. И на этом все заканчивается. На год меня оставляют в покое. Вот. Так что вот так вот. Кем бы вы хотели стать? Актером кино. Я как хотел вот стать им еще, там, после класса восьмого, наверное. Даже какого? Седьмого. Так я ними стал. Здрасте, Львив. Добрый день, привет из Питера. Здравствуйте, Питер. Здравствуйте, Питер. Ой, слушайте, люди добрые, шо творится с этим Навальным? Мама дорогая, куда там? И специалисты уже из Москвы приехали. И уже там вся мировая общественность на ушах. И Дональд Трамп, и Меркель, и Макрон. Ну, то есть, вы понимаете, да, кого нам готовят к 24-му году, так сказать. Свет, совесть, собственно говоря, нации и так далее, и так далее. И специалисты из Москвы поехали. Лучше бы они к детям так ездили, каким-нибудь летали, которым срочно нужна помощь и операция, чем к всяким там блогерам. Я вас умоляю, диагноз они не могут озвучить, потому что, ну, это же неприлично. Ну, неприлично же будет, понимаете? Ну, судя по тому, что у него резко упал сахар, я надеюсь, наркологи-то здесь есть, они меня понимают, о чем речь-то, да? Ой, диагноз они не могут озвучить. Полмира на ушах стоит, они определились с диагнозом, а озвучить его не могут. Тут, ну, как-то неприлично, ну, стыдно. Хватит нам Ефремова, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, господи, стыдобищика. Ну, ребята, извините, другой либеральной оппозиции, как говорится, у нас нету. Ну, что есть, то есть. Ну, как говорится, живое, слава богу, пускай дальше живет и радует нас своими, ну, что ты, дядя? И радует нас своими разоблачениями. Себя бы разоблачил. Было бы интересно посмотреть, откуда у него все это. Да, печально. Смотришь на представителей нашей оппозиции, вот, и просто сердце кровью обливается. Россия, матушка, не дай бог они придут к власти. Не дай бог. Извращенцы, гомосексуалисты, наркоманы, алкоголики и просто психически неуравновешенные люди. Ужас. Ужас. И хотелось бы в эту оппозицию иногда пойти, да к кому? Я же все-таки приличный человек. Ой, ладно. Ладно. Какую роль хотите сыграть? Любую. Ефремов, да даже не начинайте, там уже цирк просто уже, да неприличие уже, понимаете? Уже, как говорится, бы не позорил бы фамилию. Ну, вот. Так что такие вот делишки. Ну, прямо последние два дня, прямо события за событием, вот, прямо с Белоруссией, как бы все понятно, да? Тут новое событие. И провал украинских спецслужб в территории России. Ребята, ну, я вас хвалил, СБУ, ну, я аж вас хвалил за то, что вы в Белоруссии делаете. Куда ж вы в Россию-то лезете? В России, где президент сам, бывший ФСБшник. Куда вы лезете? Куда? Вы, конечно, может, для уровня Белоруссии и хороши, но для России вам еще далеко и далеко. Это ж надо провести практически боевую операцию на территории Российской Федерации. В Израиле, в Израиле уже бы нанесли ракетный удар, вот, и банковская улица в Киеве превратилась бы в одну большую дымящуюся яму. Ну, наши, как говорится, сопли, сопли размазывают, вот, так сказать. Ну, комплекс, комплекс у нас, комплекс. Жесть, короче, очень смешно, очень смешно и забавно, очень забавно. Выкрасть какого-то человека с территории России. Ну, я понимаю, заманить в Белоруссию 32, так сказать, человека, ну, там даже с боевым прошлым, там, скажем, в Донбассе. Ну, хорошо, ладно, так сказать, батьку под это дело подставить под монастырь накануне выборов, подложить такую свиняку. Ну, хорошо, тут молодцы, ну, в Россию-то куда? Ну, поскромнее надо быть, ну, братцы, ну, прям, честное слово. Прям опять упали в глазах моих. Ну, вам известно, что политика отвлекающий маневр, отвлекающий маневр? Ух ты, да, от чего отвлекают нас, извините? Здоровье Навальному? Да, мне пофигу. Здоровье, наверное, конечно, здоровье, ну, что, ну, человек как-никак. Хороший, плохой, это, как говорится, тут дело вкуса каждому, что называется, вот. Ну, в целом-то, наверное, да, да все нормально, его отпустило, его просто, его просто торкнуло хорошо. Вот и все. Торкнуло хорошо, видать, поджелудочное крякнуло. Думали, отравление, а там поджелудочное, там очень сильно упал сахар, поджелудочное сахар, наверное, начала качать и не справилась. Естественно, воспалилась. Вот, поэтому подумали, что отравление. Ну, такое бывает при передозировке. Вот, бывает. Ну, откачали, слава богу, самолет посадили. Ну, прям вообще молодцы. Я говорю, к детям бы вот так ездили бы светилы московские из всех там институтов, понимаете? К детям обычным, больным, которые нуждаются в помощи. А тут поехали к Навальному. Надо же. Ну, бабуленька, иди, красный свет для тебя же не красный свет. Иди, 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 бедная, иди, торопишься ты. Под колеса бабки прыгают. Всем здоровья, удачи. Да, всем здоровья, удачи. Всем здоровья, удачи. Привет, Юра. Здрасте. Здрасте. Вот. Погода в Москве супер, 25 градусов. Вот это вот, знаете, наступила та прекрасная часть лета, когда в тени уже свежо, а на солнышке жарко. Я очень люблю такую погоду. Прямо вот этот вот бархатный сезон, когда к вечеру спадает такая, знаете, немножко зной. Остается такой, просто такой дневной, знаете, такой за весь день тепло, которое накопилось. И постепенно, постепенно, постепенно так становится прохладно, прохладно. Люблю это, время года. Что такое торкнуло, не вникайте, оно вам не надо. Чтоб вас никогда не торкнуло, как говорится. А у вас дожди? Ну, ну, что тоже такое, знаете, как говорится. Чего жаловаться-то? Локи в бой. Я тоже, я обожаю такое. Да, я тоже вот обожаю такую погоду. У нас еще вчера у друга был день рождения. Мы так тихонечко, скромненько посидели. Что-то все друзья взяли пример с меня. И тоже так, знаете, тихо, спокойно, так сказать, посидеть за душевной беседой, что называется. Вот не обжираться, не опиваться, а спокойненько так посидеть, поговорить. Знаете, прям кайф. Дети там где-то там, ну, у нас ресторан такой, садко есть в совхозе. Там детская площадка, одна, вторая. И она все закрытая. И там детки бегают, себе там что-то там, ну, там друзья, они там друзья побежали там, там из луков пострелять, там мечи побросать там в корзины, что-то там попрыгать на батуте, ну, такое. Мы сидим так периодически, так только выходим глянуть, где наши, вот, и все. И очень хорошо посидели душевно. Говорите прям как мой муж. Вы верите в переселение душ? Ну, я так подозреваю, что, скорее всего, да, переселение душ бывает, вот. Я думаю, что это очень большая награда для души. Повторная, собственно говоря, прийти на эту землю и попытаться, скажем так, добрать. Вы знаете, душа, которая, в принципе, точно в ад не попадет, но для рая слишком мало, как говорится, что называется, баллов. Я так понимаю, что ей дают еще один шанс появиться на земле для того, чтобы уже, как бы, ну, точно определиться, куда. Куда, в верхний мир или в нижний? Вы ходите с охраной? Слушайте, я сам себе охрана. Тут спросили, вам наложница не нужна? Ну, девушки, провоцируют. Наложницы? Не-не-не, зачем? Я ж не князь какой, чтобы не наложницу. Ну, опять солнышко, прикрывает солнышко, зараза. Сообщает о том, что температура повышается у меня. Да. Новороссийский дождь. Ну, у вас там было тепло и жарко, а теперь немножко дождя, чего ж нет там. У вас позитив, да. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Вы добрый сердцем добру маэта. Наверное. Ну, я вообще стараюсь быть не злым. Ну, по возможности. Добру, если там, скажем, в моих возможностях, ну, делать. Вот. Хотя его, конечно, делать тяжело, если честно. Ну, хотя бы зла не делай, уже хорошо. В принципе, это такая, знаете, альтернатива добру, это не делать зла. Привет, Казахстан из города Семей. Привет, здрасте, здрасте. Привет из Анапы. Ох, Анапа. Хорошо там, не бойся. В Одессе жарко. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Лучше дождь, чем засуха. Слушайте, лучше, как говорится, хороший, теплый, жаркий день, а ночью какой-нибудь такой дождик, чтобы это все остыло. Привет, Ростов. С любым и уважением из Одессы. Одесса, мама. Конечно. Аналогично. Привет из солнечного Дагестана, от Лейлы. Здравствуйте, Лейла. Все верно. Из Хельсинки привет. Где нашего народа только нету. Привет из Севастополя. Здравствуй, город-герой. Севастополь. Что мама говорит? Переселение души к тебе. Не совсем понял, ну ладно. Души у тебя. Ну, может и переселение, может быть. Я такой, знаете, как говорится. Я верю в это, потому что, ну, так вот бывает. Я просто вот, ну, знаю. Не знаю, откуда я знаю. Ну, я знаю, короче. Есть вещи, которые ты знаешь, но не знаешь их, как бы откуда они появились. Привет, Москва. Здорово-здорово. Здорово. Израиль. Шалом. Привет из Украины. Добрый день. Привет, Владимир. Геленджик. Привет от Ани. Здрасте, Ани. Привет из Октобе. Здрасте. Привет из Краснодарского края. Здравствуй, Краснодарский. Из ЛНР привет. Привет, ЛНР. Кургат. Короче, понеслись, понеслись географические приветы с необъятной нашей Родины. Привет из Берлина. Гутен так. И Франция, как всегда, с вами. Франция всегда. Знаете, я обратил внимание, что самое большое влияние на Россию и русских, вот удивительная вещь, самое большое влияние оказала Франция. Франция, показывается, что у нас более 15% словозаменений каких-то таких, да, они имеют французское происхождение. 15% в языке. Можете себе представить, учитывая, что русский язык после арабского на втором месте самый сложный и самый, как бы, да, богатый язык, на первом месте арабский язык стоит. Вот. В нем 15%, где-то примерно там 10-15% слов, это слова, которые имеют французское происхождение. Удивительно, да? Вы философ, аналитик. Слушайте, я просто интересующийся человек. Вот и все. Не более, не менее. Вот. И я далек от какой-то такой, вот, знаете, истины в последней инстанции. Я высказываю исключительно здесь. Наверное, ваш ВВП, наверное, не в курсе, что в Крыму ЧП, в школе, детские сады отключают, нигде воды нет и так далее. ВВП не в курсе наш. Наш ВВП в курсе всего. Можете не сомневаться. Вот. Будем решать вопрос, ну что делать? Что делать? А шо робить? Братская Украина так хочет вас вернуть к себе обратно, что в свое время отключила вам и свет, и воду, и так далее. Понимаете? Они думают, что вы таким способом вернетесь туда. Вот. Обратно. Решим, решим вопрос. Я думаю, что решим. Какие-то водопроводы, какие-то опреснители будем ставить, еще что-то. В общем, что-то, говорится, будем делать. Так что не волнуйтесь. Вот. Любимое место на земле? Есть. Любимое ему место там, где моя семья, где моя жена, где мой сын. Это любимое место. А географически это не важно, где находится. В эпоху, в историю. Вы знаете, на самом деле история, она такая вещь, очень... Никто на самом деле ничего точно не знает, как это было на самом деле. Все настолько запутано и настолько, как говорится, причесано и подогнано под какие-то обстоятельства политические, в том числе, да, не зря же говорят, что историю пишут победители. Что на самом деле найти концы какие-то там, да, это практически невозможно. Есть вещи, которые надо просто-напросто чувствовать сердцем, и надо просто иметь большое количество фактов о том времени, чтобы сопоставлять их и включать логику, и понимать, как это могло быть все на самом деле. Вот и все. Вот и все. История такая штука, знаете, как говорится, об одном и том же можно сказать по-разному, и там и там будут свои, так сказать, знаете, те, кто в это поверят, признают, и будут, как говорится, ну вот уверены, что именно так все и было. Этим история, кстати, и очень, так сказать, знаете, такая, она плоха как раз вот этим. Удачного дня, спасибо. В Ярославле уже заканчивают съемки, им, по-моему, осталось там пару дней всего, насколько я знаю. Привет из Воронежа. Здорово, Воронеж. Юрий, вы были в Новороссийске? Нет, не был. Привет из Крыма. Здравствуйте, Крым. Здравствуйте. Почитайте стихи, пожалуйста. Слушайте, не люблю стихи вообще не читать, ну, в смысле, не читать, читать, не читать, декламировать. Тяжело ли сниматься в исторических фильмах? Ну да, это непростая, как бы, вообще история. Потому что, ну, во-первых, там костюмы, условия, грим, вот, и, ну, как бы, должно быть все аутентично, насколько это возможно. Вот. И, естественно, это снимается немножко так подробно и сложно. Поэтому приходится терпеть. Как в Москве. Все хорошо. Ну, мне так кажется. Во всяком случае, я вот смотрю по сторонам, вроде бы все хорошо. И, да, я езжу домой, да. В Питер когда? Не знаю. Все может случиться прям вот так, и это может быть завтра. Привет, Казахстан. Привет. Когда в Подмосковье два раза за лето отключают воду, никто не паникует. Спокойствие. Ну, у нас, как бы, понимаете, в чем дело. У нас нисколько отключают воду, у нас там горячую воду отключают. Нет, ну, там тоже отключают, в смысле, да, воду отключают. Какие-то и так далее. Ну, в Крыму-то там другая история, там другая ситуация. Там в свое время в Советский Союз всей страной строил этот, как бы, канал крымский, да, чтобы из Днепра воду, чтобы вода из Днепра попадала. Вот. Ну, вот, как бы, да, вот, братская, братская Украина, вот, таким способом решила, вот, вернуть Крым. Ну, на самом деле, могли бы просто за это, как бы, за эту воду деньги получать приличные. Ну, потому что страна нищая, голодранцы, понимаете. Вот. Но, тем не менее, как говорится, в драных, в драных шароварах, но гордые, страшное дело. Вот. Да, я, в принципе, думаю, что в ближайшее время решится. Я знаю, что с Израилем ведутся переговоры о том, чтобы построить опреснители морской воды. Лидер по опреснению морской воды, как бы, да, известный в мире, это Израиль. У них очень много стоит опреснителей, и они, как бы, воду морскую, там, соль убирают из нее. Я так понимаю, что там сейчас идут или передачи технологий, или какой-то контракт там пытаются заключить, чтобы Израиль построил там два таких мега опреснителя для Крыма. Ну, чтобы, как бы, вот, в воду, в воду. Ну, там же проблема в чем-то, на побережье, как таковом-то, особо нет проблемы. Насколько я знаю, там материковый Крым страдает от засухи. Ну, туда, глубже, вот. Вот он страдает там от засухи. Поэтому надо, конечно, решать эту проблему. Ну, мост построили, электричество провели, мост построили. Я вас умоляю, нет невыполнимых каких-то там задач, да. Просто нужно время, деньги и желание, и все будет хорошо. На море, да какое море, о чем вы говорите? Работаю, работаю еще. Какого исторического персонажа вы бы хотели сыграть? Слушайте, ну, насколько, ну, как бы и был такой действительно Макбет. Это, как бы, мы его знаем по произведению Вильяма нашего Шекспира. Вот. Но был такой персонаж Макбет. И история, в принципе, с ним, которая произошла, она там действительно Шекспиром описана относительно правильно. Вот я бы хотел сыграть Макбет. Нисколько, как бы, исторического персонажа, сколько литературного. Привет из СПБ. Здрасте. Знаете, как говорится, вода водой, но я считаю, что мир и спокойствие, благополучие, чувство защищенности какое-то, да, и возможности, что называется, жить и делать то, что ты, как бы, скажем, хочешь, вот. Оно важнее там, да, там, вот. От жажды все равно никто не умирает, начнем с этого. Вот. А вопрос, как говорится, что в крайне с водой, ну, решат, я думаю. Из Мариуполя привет. Привет, Мариуполь. Любим. Аналогично. У меня в Мариуполе, я уже говорил, в Мариуполе у меня была студенческая любовь из Мариуполя. Вот. Любовь до ума помрачения. Сейчас вспоминаем, смеемся. Каждого уже свои семьи, дети. Добрый день. Дочь поступила в театральный институт в этом году. Можете что-то рассказать про данный вуз. А пока, как бы, а в какой театральный институт она поступила? Вы хотя бы институт-то назовите, я, может, там знаю про него что-то. То, что она поступила в театральный институт, ну, молодец, хорошо, пускай и учится. Вот. Это в любом случае полезная история. Тем более для девушки. Это и манера, это и психология, это, в общем-то, все. И умение одеваться, и накраситься, и так далее, и так далее. Женщины все немножко по своей натуре, по природе, по своей... Все немножко артистки. Вот. Разовьет свои качества. Вот у меня приостанавливался эфир. Вы меня видите, слышите, надеюсь, да? Ну, судя по тому, что сердечки сыпятся, да. Так, и что? Что-то мне барахлит эфир, не могу понять, в чем дело. Да-да-да, ну, я понял, вы меня видите, все-все-все, я услышал, не пишите мне, да-да-да. Так, сяк, я понял, все, вы меня, вы меня все видите, да. Просто солнышко нагрело, стекло лобовое, у меня телефон нагрелся, вот, и начал мне выдавать этот... Ну, прямые солнечные лучи, они вредны для телефона. Вот, да, идем мы в первый класс, все готово, но, к сожалению, у нас... Знаете, какая проблема? У нас вот этого нет, собрание родителей первоклассников, что-то тянут, не пойми чего, никакой информации нету. То есть тут осталось, грубо говоря, там, ну, там, без малого, там, дней 10 получается, меньше, какой 10 дней? Ну, да, 10 дней, грубо говоря, осталось. Вот, и нет никакой, никакой, как бы, информации, ну, потому что надо же собраться, наверное, с учебниками определиться, какие-то там материалы, куда, чего. Нету ничего. Ну, это у нас новый директор, я так понимаю, что... Ну, новый директор, ну, что тут скажешь. В каком фильме себя играли? Во всех практически, кроме исторических. Знакомый с Дмитрием... Так, начинается. Знаком ли я с актерами? Не успел прочитать с какими. С какими-то знаком, да. Ну, да, мы тоже вот ждем, когда нас соберут родители, расскажут, как бы, чего, куда, как, во сколько, какие нужны книжки, тетрадки, там, и тому подобное. Очень надо, потому что надо покупать, вот. Это же не то, что мы жили в тоталитарном кровавом режиме коммунистическом. Как относитесь? Хорошо. Я всегда ко всему отношусь хорошо, пока не случается так, что мне доказывают обратное. Да, что-то мне не могу понять, почему, но у меня что-то виснет. Виснет у меня что-то, этот, перегрелся, наверное, я не знаю, перегрелся, наверное. Попробую отключить его сейчас. Жесть школьная начнется. Да почему жесть? Это к этому как относиться? Никто не... Все прекрасно понимают, что будет непросто. Вот, да, ну почему сразу жесть? Ну, это жизнь. Чего жесть начнется? Ну, не знаю. У меня еще пока не началось. Я знаю, что будет непросто. Вот, жизнь вообще непростая штука. А школьная жизнь, такое дело. Ну, будем стараться как-то, как-то стараться пройти это все более-менее лайтово. Ваше мнение о фильме Чики я не смотрел, если честно. Я видел рекламу какую-то, вот, но я не смотрел Чики, если честно. Привет из Кировограда. Это какой-то город из прошлого. Есть такой город сейчас, как он, Кропивницкий. Это вы из Кропивницкого мне привет передаете? Или вы из Старой Гвардии, вы наш человек, вы из Подполья, да? Вы те, кто, вы те, кто все-таки остались жить в Кировограде, да? Тогда привет вам большой. В сказке бы снялись, ой, с удовольствием. Ой, с удовольствием бы я в сказке снялся. Сыграл бы какого-нибудь, какого-нибудь Кощея Бессмертного. Или еще кого-то, что-то вот такое, знаете. Какого-нибудь страшного героя отрицательного. Как говорится, если уж ставить жирную точку с отрицательными персонажами, то надо сыграть в сказки, я считаю. Спасибо большое. Бровары, здорово, бровары. Рыцаря, лыцаря. Да, как я говорил, мама, я лыцарь. Вы были отличником в школе? Слушайте, в конце восьмого класса мою маму, учитель английского языка в этой же школе, вызвал к себе директор и деликатно сказала, Светлана Ивановна, мы здесь с коллективом подумали и, знаете, мы решили, что Юре не стоит идти в девятый класс. Мы ему напишем хорошую характеристику и дадим ему отличный аттестат, только не надо ему идти в девятый класс. Было сказано моей маме. Вот. Так что делайте выводы, какой я был в школе. Я был из тех детей, которые были очень способные, но не дисциплинированные. Нет, на самом деле я был хорошистом такой, знаете. Были предметы, с которых там стройки на четверочку, но там история, литература, география, биология. У меня были прямо пятерки, я даже там на какие-то олимпиады ездил от школы. Хороший бы сказочный пида. Да, получился бы персонаж. Это что правда, то правда, да. Спасибо большое, это замечательный актер. Ну, надеюсь, стараюсь. В партии? Да, я еще состою в партии, конечно. Я пока состою. Слушайте, ну я оплатил взносы партийные, надо же хотя бы, как говорится, до конца. Вот. Что ж деньги-то будут пропадать? Кривой Рог, привет. Инопланетяне есть? Я говорил уже, я думаю, что... Ну как инопланетяне? Я думаю, что мы не одни во вселенной, потому что, ну, во-первых, мы недостойны такой жилплощади, это раз. И если бы мы были бы одни, то это было бы, наверное, самое нерациональное использование вообще пространства и площади. Я думаю, что мы не одни, но я думаю, что мы, как бы, ну, еще далеко не готовы контактировать с инопланетными существами. Я подозреваю, что какое-то присутствие их на нашей земле есть, ну, в качестве разведчиков. Вот. Есть, и вот. И, ну, как бы вот так вот. Я надеюсь, это не повод мне обратиться к психотерапевту. Чудище, да, чудище сыграть из аленького цветочка. Причем вот чудище в первой части. А когда принц появится, там уже кого-то другого. Это есть анекдот смешной, сейчас расскажу. Три дочери, значит, батюшка уезжает за море, говорит, дочери мои красивые, дочери мои любимые. Уезжаю за море торговать. Что вам привезти из краев далеких? Старший говорит, батюшка, привези мне зеркало, чтобы я в него смотрелась и всегда молодой оставалась. Он говорит, хорошо, привезу, доченька моя старшая. Средний говорит, батюшка, а мне, говорит, гребень, говорит, привези золотой с каменьями, чтобы волосы я свои русые расчесывала, чтобы они мне были самые красивые в нашем городе. Он говорит, обязательно привезу. Доченька моя средняя, моя любимая. Младшенька говорит, батюшка, а мне привези чудище ужасное для извращенных занятием сексом. Он говорит, доченька, младшенькая, любименькая моя, что ж ты такое говоришь-то? Что ж ты сердце-то батюшке рвешь? Она говорит, хорошо, поняла. Издалека начнем. Привези мне, батюшка, цветочек аленький. Вот такая вот вам анекдот напоследок. На этом закончим эфирчик. Всех обнял, всего хорошего, не болейте. И увидимся, я думаю, скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok